Ночной привет, зрители! Почему ночной? Потому что ночью снимаю. Ездила я, наверное, уже вчера в Азон, в Айтбрисе, в один магаз. И сейчас спустя обзор покупочек практически бытовухи и немножко еды. И вот тут у меня покупочки из магаза, в который я сначала зашла в Айтбрис, там были сапожки. Я выбрала четыре на выбор, с оплатой при получении, но одни пришли, они мне подошли и они, слушай, они такие дешёвые, я тебе потом их покажу. Ну, а если захочешь, то отдельно когда-нибудь примерю. Ну, там будет, наверное, обзор моих фаворитов зимы. Так вот, в Айтбрис, потом в Азон, а потом в магаз. И вот в магаз это называется нужные вещи, и в нём снова цены. Именно такие, которые на ценнике, а не на ценнике. Одно на чеке другое. У меня был пакет майка за пять рублей, потому что у меня, конечно, с собой была дополнительная майка, но она была уже такая хиленькая, что я подумала, что она не выдержит. Пусть у меня будет новый хороший пакет майка. Обычно, когда я иду с собой в магазин, беру с рюкзачком, то беру пакетик, а если иду с сумочкой, с шоппером, то тоже беру пакетик, потому что мало ли что, наберу, много не влезет. Пять рублей такой пакетик. Так, не то, что в магнитах по 6-7 рублей. Эко-пакетик из вторсырья. Зелёненький он был. Я что-то думала, что это совсем другой пакетик. Так, лотос, любаша, 400 грамм, универсальный, 38 рублей. Я там, ну, искала какой-нибудь, думаю, вообще существуют сейчас порошки какие-нибудь в пределах 40 рублей за 400 грамм в пачечке, универсальные для машинной стирки. Или нет? И что-то мне нигде не попадалось. А на зоны Вайтберес на них такие цены, что дешевле в магните купить какой-нибудь полтора кг Ариэля за какие-нибудь те же деньги. Так вот, я в этот раз решила купить просто несколько разных порошков. Ну, как, обычно же продают там порошок для всех вещей кровя шерсти и шёлка, порошок до белых, до цветных, вот так вот. Чисто небольшими партиями, потому что большой у меня стоял, ещё до сих пор стоит, ещё хватает, 2,4 килограмма, у меня был 2,4 килограмма. Мне его хватило на год с лишним, но он занимает много места. И я подумала, что лучше небольшой коробочек, пакетичек туда фигак, он стоит и когда закончится, тогда можно новый туда засунуть или купить. Любаша, порошок лотос. 27-го, 0-6-го этого года созданный. 400 грамм универсальный для всех типов стирки, сохраняет прочность волокон, эффективен при низкой температуре для всех типов тканей, сохраняет цвет и яркость вещей. Вот такой. В нужных вещах. Ровно за 38 рублей. Как вот на ценнике было написано, так и на чеке. А то в начале года там у них было, берёшь что-то, а оно в три раза дороже, чем написано на ценнике. Видать, у них уже всё это устаканилось. А может, совесть поимели. Замачивание. Ручная стирка, полоскание, кипячение. Машина, автомат. По инструкции в стиральной машине. Вот. Для сильных загрязнённых вещей для жёсткой воды рекомендуется предварительное замачивание и увеличение расхода порошка. Вот. Я в Ашане покупала какой-то их Ашановский порошок. Вот эти маленькие пакетики по 350 грамм, по 24 с копейками. Потом ещё какой-то типа такого досю что ли, фиг знает, я не помню, обозревала это или не обозревала. Потом персоль я там нашла и я поняла. Ну, та самая персоль, которая вот по составу как порошок Гринвея. И при случае можно одно с другим смешать и попробовать отстирать трудновыводимые пятна на 90 градусов в стиралке, которая обозначает типа как замачивание. И у меня есть просто какие-то вещи, которые на 90 градусах не постирать. Но можно же замочить сначала в тазике этим персолем, а потом туда засунуть в стиралку. А есть какие-то вещи, которые выдержат эти 90 градусов. Так вот, вот такой порошок. Я вообще как бы не собиралась его покупать, я зашла туда за совершенно маленьким шампунем «Свобода» с крапивой, которую у меня сейчас, я им юзаю, волосы как бы мою. Он не пышный, ну, хорошо промывают, то они стали меньше лезть. Но я там его не нашла. На зоне «Вайберес» он какую-то запредельную цену стоит. На «Алиэкспресс» он ездит за 36 рублей, но по России он не доставляется, и он идёт от «Ашана». А в «Ашане» он около 50 рублей стоит. На «Ашана» ехать надо. Ну, и я, короче говоря, как-то, да, я пока отошла от этих мыльных основ. Просто та мыльная основа, которая у меня была, я немножко нерационально её использовала. Вот как жидкое мыло, она очень хорошо шла, мне немножко ещё осталось. А как шампунь, она вот как-то у меня не получилось сделать, более жидко вышла, и вообще я так поняла, что надо как-то отдохнуть от всех этих мыльных основ. Выдумщики меня как-то разочаровали у них, что мыльная основа для жидкого мыла, что для шампуня. Они очень густые, гелевые, но по их инструкции, когда делаешь, как только не делаешь, чего-то когда не добавляешь, чуть-чуть, один к одному, пара капель, капля лимона, оно сразу жидкое становится, ну и как бы она мылит, но она очень жидкая. Такую очень жидкую я сама могу как-то своять. Она, в принципе, такая же жидкая, выходит как чистотела, чистотиловская жидкая мыльная основа для шампуня. У меня шампунь на чистотиловской основе в деревне остался. Но я решила, что надо какой-нибудь просто шампунчик сейчас нейтральный купить. Плюс я ещё жду мыльную основу, первый раз такую вообще свадьбриса, и как бы кремовая. Я поняла, что в принципе на ней можно делать шампунь. Но бывают такие кремовые консистенции шампуни, почему бы не попробовать делать на ней шампунь. Может я ей проникнусь, и именно её буду покупать. Короче, у меня как бы есть мыло самопальное. Две штуки. В формочках, которые я, наверное, не обозревала отдельно, но вкидывала, скорее всего, в телегу. Такие формочки для массажного мыла, вот с такими штучками. Может как-нибудь отдельно обозрю, если хочешь. И одно мыло у меня лежит на кухне, а другое в комнате. Ну, в смысле в ванной. И чисто, чтобы руки мыть. Потому что я когда мою посуду, мне надо помыть руки. После того, как я помыла посуду, даже если в перчатках мыла посуду, мне всё равно... Ну, если в перчатках мыла посуду, мне не надо мыть руки. Ну, короче, мне надо часто иногда там мыть руки. На кухне. Ну и, в общем, этот... Я делала на мыльной основе от выдумщиков. У меня был небольшой кусочек, ну, там меньше килограмма, тогда я чуть какую-то форму кусок покупала. И что-то оно как-то... То ли оттуда лимонного эфирного масла много фигакнуло. Больше, чем нужно. Хотя мне кажется, что не особо и много. Ну, нормальная по формуле. То ли... Она такая охреновая. Она как-то не очень мылится. Она сначала не очень мылилась. Потом, ну, пену как бы не очень сильную дают. Хорошо. Как бы можно руки помыть, но не то. Я туда ещё добавила хлореллу, которую как-то мне прислали вместо зелёного чая моти. И получился такой как бы лёгкий скрабирующий мыл с массажным эффектом. Но вот мылится оно фигово. И мне просто задолбало, что у меня вот это мыло от братьев Крестовниковых постоянно трескается, размокает, под ногти забивается. Хоть оно и хорошо пенится, но это по сравнению с тем, что оно хорошо пенится, размокает и трескается. Меня вот уже вот здесь сидит. Я хотела или купить какое-нибудь нормальное мыло, или подружку попросить подарить мне на Новый год набор какого-нибудь дуру нормального мыла, которое хорошо мылится, не размокает, не растрескивается. А потом думаю, у меня же мыльная основа можно делать самой. Ну, в итоге я сделала себе мыло, но мне хотелось ещё жидкое мыло. Так как у меня вся мыльная основа жидкая ушла в никуда, ну, закончилась, короче. Я думаю, если бы вот жидкое мыло какое-нибудь дофига дешёвое, я куплю. Garden Dreams. Сад мечты. Или мечтающий сад. Сад мечт. Сад снов. Жидкое мыло Алоэ Вера 500 мл. И оно стоит у нас 75 рублей. А вот когда я на ценнике смотрела, оно стоило 58. Будьте внимательны, когда ходите в магазин, особенно в нужные вещи. Только я их похворила, что у них одна цена ну, стала нормальной цена и там, и там. Как стало вот это вот. Если бы я знала, что оно стоит 75, я бы его не стала покупать. Меня бы задушила жаба. Я бы купила какой-нибудь подешевле на каком-нибудь там вайберес. Ну, короче, не суть важна. Хрен с ним купила, купила уже, назад не вернёшь. Чё, я к ним приду за следующий день, скажу, слушайте, с какого полового органа, какого феерического овоща у вас там одно, а тут другое. Ну, да ладно. В общем, пол-литра за 75 рублей сделан он у нас 1 августа. 1 06 этого года. Сколько живёт, не знаю. По окончании срока годности утилизовать, как бытовой отход. 3 года живёт. Ну, может, оно и проживёт, а может, и не проживёт. Короче, хрен с ним. В общем, вот. Флакончик останется, надеюсь, там он ещё на что-то используется, а то иногда остаётся флакончик, вот, пытаешься заюзать заново, а он так уже, клобысь. В общем, вот мыло. Я ещё подумала, почему в сумме оно вышло как-то дороже. Думаю, неужто пакет у них 20 рублей стал? А ещё я купила шампунь. Ну, так как там не было свободы, то я посмотрела самое щадящее, нейтральное. Там была ласковая мама. Я помню, ласковую маму как-то покупала давно, ещё на механке. Она мне очень нравилась. Там была прозрачная ласковая мама, потом ласковая мама с мятом и алоэ, и ласковая мама с мальвой. Насколько я помню, с мальвой шампунь был у Ифраше, и он, ну, был, это объёмчик был, хорошо расчёсывались, мягкие, пушистые, всё вообще тип-топ для жирных хорошо подходило. Тут ласковая мама, детский шампунь без лёс, натуральные экстракты с экстрактом мальвы и два таких зайчика. Может, зайчик мама и зайчик ребёнок, а может, зайчик папа. Хрен его знает. Вот, 250 миллилитров, и он 75 рублей стоил. Вот он так и стоит. Всё вышло вместе мне на 193 рубля, ровно без капель. Ну, да хрен с ней, пусть это мыло будет столько стоить, как оно есть. Неприятно, но не смертельно. Не обедняю. Глянуть, кстати. У меня там просто свобода, по-моему, осталось ещё на раз применение. Приятный нейтральный аромат, такой нежненький. Зато тут полный флакончик до конца. А то обычно покупаешь иногда шампунчик, а он-то где-то, это вот столько ещё свобод... Вот, на моём я, кстати, сейчас вспомнила. Я же в нужных вещах увидела, придаётся гринмама. Но там не было шампуня с вишенкой, там, в общем, я сфоткала. Я скину эту фотку в телегу и в Инстаграм, если интересно, гляньте. Вот это у меня покупочка из нужных вещей. С пакетиком. Сберегите дерево, купив этот пакет. Надеюсь, что так и есть. Пакет. А теперь у нас пройдёт Вайтберес и Азон. Кое-что, то, что я заказала на Азон и Вайтберес, я не покажу, потому, что это подарки на Новый год подружке и двум моим близким родственникам. Как-то мне Азон закидывал 100 баллов. Я какой-то чай купила, и тогда я узнала, что Азоновские баллы от продавцов это то же самое, что бонусные баллы от Азона, когда тратишь, ну, можешь потратить только на 1 четвёртую закала. Тогда я как-то прифигела. А тут, значит, я уже была, ну, знала, что эти 100 баллов, когда же, как в тот раз, можно потратить только, ну, полностью потратить только, если на 400 рублей что-то купить. И всё откладывала в долгий ящик. Они были до 16 декабря сроком годности, то бишь ещё конус сегодня, пяти контактов. В общем, сегодня у нас уже четверг, 10 минут второго ночи. Для меня это завтра, потому что я проснулась где-то за полтора часа до окончания среды. Ну, да, я пришла, поела, думаю, сейчас запишу, потайплю, и поняла, что у меня как-то фигово, и хлобысь, и отрюбилась практически сразу. Короче, у нас завтра четверг. Да послезавтра у меня бы эти баллы жили, до 16 декабря. А я сижу без денег, сама себе должна, получила пенсию, вложила в долг этот вклад. Спасибо Амине за донат. У меня теперь 18 тысяч на камеру. Единственное, что что-то с донатейшена уже сутки практически не переходит этот донат на ВКП. Там написано, что если больше суток пройдёт, а мы всё никак вам не перевели, напишите нам в техподдержку. Исправим ситуацию. Вот, видимо, придётся мне писать, если они в три ночи вчерашнего дня собрались уйти, если в три ночи сегодняшнего дня они не уйдут, придётся мне утром написать техподдержку. Так вот. Я сидела, короче, без денег, а потом думаю, ну я всё равно уже сама себе должна. Взяла там несколько сотенок, 300 с чем-то. И в итоге как бы выбрала чай, который давно хотела попробовать. Ну, дышила жапа. Он там 126 рублей за 100 грамм был. Не считая скидки. Потом у меня почти закончился ройбуш. Он тоже там что-то как-то дешевле был, чем в других местах и вообще. И мне захотелось давно гуанинь, потому что как бы у меня был. Но, в общем, мне для полного счастья не хватает чайную коллекцию, которую я постараюсь, я ещё на ту неделю это хотела сделать. Рукой машу, её не видно. Постараюсь до Нового года сделать этот обзор, просто чтобы они мне лежат так пакеты корзыночка в одном месте, чтобы оттуда освободить место и убрать их нормально в полочку, чтобы когда мне понадобится, захочется какого-то чая попить. Я открыла полочку и сразу увидела, что мне надо достать, а не рылась там в шкафу. Так вот, мне не хватает для полного счастья Лавсан Сушонг и Формоза Оолонг. Ну, а гуанинь вот я заказала. Гуанинь. Любимый чай. Импортер России. Сделан он в Китае. Ти Лифт. Вот. В таких вот пакетах приходит. И у меня, кстати, я что-то уже от них покупала. Самый прикос, что я покупала от магазина вот этого, но там был ещё другой фирмы чай продавался. И вот мне от них как-то уже два раза падали баллы. И церемоний был чай. И вот этот вот. И тогда я покупала церемоний чай. В этот раз вот этот вот. Я даже не помню, я уже покупала что-то у них или нет. Ну, узнаем. По ощупь это вполне нормальный чай. Вряд ли он, конечно, супер такой крутой, как мне присылал подписчик Влад, покупая его в Китае. Такой там трёх сортов. Уровень супер, уровень не очень супер и так. Это для повседневки. Ну, может быть и даже крутой. Вот. Срок... А вот тут, когда он сделан, это? Первого ноября этого года. И до первого ноября 22-го живёт. Так что вполне возможно, что он осеннего урожая, этот гуанень. Чай. Я артикулы на всё оставлю в инфобоксе. Ну, кроме вот этих вещей, которые из нужных вещей. Ройбус. Да, и насколько помню, у них вот пакетик открываешь, а там ещё в прозрачном пакетике. То бишь, они как бы закупают в Китае это в каком-то вот пакетике. В пакетиках просто расфасованное или в большом мешке там фасуют в эти пакетики халобысь. Хотя это импортер, да? Я так подозреваю, что им импортируют в Россию чисто вот пакетиками уже зафасованными, просрачными. А они уже потом в Рашке расцовывают в такие пакетики и клеят на клеечку. Ну, скорее всего, так. А может, и нет. Тоже импортер любимый чай. А тут уже Южная Африка. Ну, правильно, он же из Южной Африки. Чай Бушмелов. Ройбуш. Я ещё нашла на Вайтберрис Гринбуш. Это зелёный Ройбуш. И у меня Ханнибуш ещё есть. А вот Гринбуша нет. Я вообще искала. Матэ Карнавал был такой раньше чай. Чайной русской компании. На развес продавался у нас в Угличе. Потом я ещё где-то покупала. Мне очень нравился. Там цветы кактуса, какао, бобы, жареный матэ, что-то ещё. И давно его что-то не было. И просто жареный матэ. Я тут как-то сижу и понимаю, что у меня во рту вкус этого жареного матэ Карнавала. Мне хочется этого чая. Но его нету. И его уже давно нету. Лет 10 не видела, чтобы продавали. И я, значит, и на Вайтберрис его нет, и на... Он его нет. В сети я, правда, не искала отдельно. И я залезла, значит, на Вайтберрис и увидела как раз там этот Гринбуш. А тут я просто думаю, у меня Ройбуш же заканчивается. Я в деревню оставила пакетик, просто чтобы мне таскать. Каждый год я таскала туда чай и обратно. Я только колебасу с Бомбилии оттуда увезла. А так я там оставляла чёрный и зелёный чай. А в этот раз оставила весь ассортимент. И синий чай, и каркаде, и Ройбуша, и ещё что-то, и короб. Даже цикорий. Вот у нас Ройбуш тут. По-моему, на 372 рубля она у меня вышла за вычетом вот этих 100 баллов. Ровно на 400 не получалось. Тут был ещё какой-то чай, который я добавила в закладки. Хотела его купить. Но он купился раньше, чем я сподобилась делать доказ. А тут у нас гречишный чай. Китай. Так-то я думала, ну, есть гречка, залить её водой и выпить. А потом думала, фиг знает, может, она какая-то специально обработанная гречка. А в итоге я решила купить себе этот гречишный чай. Я знаю, что он есть бывает такой гранулками, а бывает, ну, не гранулками, видимо. По крайней мере, узнаю, как он выглядит ещё на зоны. И в Вайтбресс видела рис, который вот отдельно сейчас рисовая добавка идёт. Называется рисовый чай добавляется. Можно смиксировать с обычным зелёным чаем. Я не пробовала так делать. Я только покупала китайскую, либо японскую, либо мне вот присылали. Один раз с сувениром из Японии привезли давно-давно. А один раз или два раза. Ну, короче, один раз, наверное, Никитус тогда присылал этот гемантю. Ну, это зелёный чай с рисом. И, в общем, как бы мне нравится такой чай, зелёный чай с рисом. Я его пью, периодически покупаю. А тут видела просто рисовую добавку, рис. И можно его, наверное, смикшировать с каким-то обычным зелёным чаем. Думаю, интересно, вкус такой же будет или нет. Так вот, рис отдельно продаётся на Вайберис. Можно найти Азон. Чисто по названию рисовый чай. Вбиваете, вот он выходит. Тот самый рис, который в составе гемантик. А этот, я просто думаю, он мне давно попадается. Гречишный чай где-то там в аниме встречается. Ещё чё-то, ещё чё-то. В Инстаграм мне вечно падал одно время. Я думаю, почему бы не попробовать? Может, он у меня зайдёт? А может, даже я пойму, как делать его, допустим, самой можно. Ну, мало ли. Если ты, зритель, пил гречишный чай, дай знать, камень-то. Я, наверное, это сейчас не знаю. Может, смонтирую ролик, может, спать пойду после этого, после записи. Как будет. Думаю, заварить его перед сном. Я-то, когда сюда ехал домой, думаю, сейчас приду, сделаю обзор, покушу, а вечером перед сном попью этого чая. Так, это у нас сожжено было. Это свайберится. Ты, наверное, уже в курсе, зритель, что у меня кошка жук на вознюку лакла зубную пасту, которая была заявлена на этот месяц. Я её до сих пор не нашла. Там ещё одна треть тюбика оставалась. Я в прострации была, посмотрела в интернете, как сделать домашнюю, быстро домашнюю пасту, не то, как я хочу, от этих истравок, там всё, а чисто так вот, от безысходности на время. Свояла на кокосовом масле с мукой нута. А на что-то у меня не зашла нутовая мука. Потом, знаешь, я её хотела как раз на красоту пустить с сухим молоком. И добавила с острого перца молотого, который мне как-то от Кукпет пришёл в подарок там за какой-то конкурс, хрен знает. Ну, как выиграешь, приз. И, значит, это чистила зубы. Ну, как первые два раза нормально, но у меня очень густо получилось. Я подозреваю, что как бы это пошло бы вот по ощущениям, оно как скрабик неплохой вышло. Думаю, его чуть-чуть растопить, добавить ещё масла и добавить туда мыльную основу и сделать себе скрабик. А я заказала как раз вот на Вайберис пасту. Я давно хотела вот такую похожую. Ну, вот в таком именно формате флакончики. А её ещё ждать надо было. Ну, когда она пришла, я была как раз очень помирающая от гастрита. Сейчас, да, ты можешь понять, что мне уже слегка полегче. Спасибо волшебным травам. И вот пришла зубная паста. Вроде как она должна быть с черникой. Но она китайская. Она сделана 16-го, 07-го этого года и до 15-го, 07-го, 07-го, 07-го живёт. Она тут с людьми. Но потом в уходе на этот, на январь будет. Была вот в таком пакетике. Упаковочном. У меня тут что за пакетка? А, это пакет от сапожек. Тут это Азона. Я была на юбилее родственника. Что-то зашёл с сестрой разговор насчёт капель для глаз. И я решила посмотреть на Вайтбрис. Приколы ради. И на Вайтбрис они внезапно были. А потом посмотрела на Азоне. И когда мы с сестрой решили заказывать, я поняла, что скидка сейчас одинаковая. Что у меня, что у неё, несмотря на то, что у неё там стаж этого покупателя и сумма в разы огромнее, чем моя. Но скидка одинаковая. И там один флакончик был по 435 рублей. А на Азон они что-то меньше 600. Ну, 590 с чем-то, что ли. А если платить картой Азон, то и того дешевле 526, кажется. Или как-то так. Или 566. 566, два флакона. Вот такой набор единственное, что ждать надо было долго. И самое прикол, оно 7 дней лежало на Азон в виде созданной, даже не обработанной. Ещё я хотела им написать, какого хрена, когда вообще пошлёте. Вы специально, что ли, так держите заказы, чтобы они у вас неделю лежали, а потом вы их раз и за 2 дня доставили. Ну, забило. Думаю, хрен с ним. И так вот, самая суть, что ПАМ тысячный можно теперь купить на Азон и Вайтбрис. Не надо ехать Ярик. Я последний раз их покупала в 2019 году, когда была последний раз в Ярославле, в аптеке «Сибирское здоровье». Как раз вот та фирма, которая их выпускает, российская, это благодаря этим капелькам. Вот это там ПАМ тысячный, ПАМ седьмой, ПАМ одиннадцатый. У меня в своё время после ДТП было же зрение минус 20,5. Ну, минус 20, минус 20,5 – другой глаз. И буквально за пару лет оно у меня стало минус 13,5. Строго. Тогда как бы капли я капала. Доставались только в Ярославле в определённой аптеке подруга моей тёти. А потом они пропали из продажи вообще. И как бы, соответственно, если бы я капала ещё и так далееми сразу после ДТПшки, ну, года три, допустим, у меня зрение, возможно, было бы лучше. Но так вышло, так вышло. У меня стабильно оно минус 13,5 и минус 13. Ну, один, грубо говоря, минус 13,5. Просто один глаз чуть получше на полдиоптке. И если у вас вдруг просыпаетесь, болят глаза, один к пяти. Одна капля вот этого ЭПАМа к пяти каплям фильтрованной либо кипячёной воды. Разбавляете. Капаете в глаза. И так буквально там минут через 15 или практически сразу проморгались, а и всё прошло. Если вы долго работали у компьютера или работали с бумагами, или с текстом, с книгами, опять же, красные белки, значит, болят глаза, опять вот эти капли помогут. И у сестры как раз что-то было с глазиком. Ну, я говорю, так этот ЭПАМ, она говорит, ну, нету. И в общем итоге мы заказали на двоих. Вот я забрала Сибириан Вивнес. Сибирское здоровье вообще-то фирма. И можно было купить в одной аптеке в интернете. Я там и раньше и покупала, по-моему, Алтайское здоровье. У меня даже их телефон до сих пор у записной книжки в телефонной висит. Потому что делаешь заказ, они тебе перезванивают, уточняют сумму. И ты оплачиваешь, они посылают почте России. Ну, вот 266-280, около 300 рублей один флакончик стоил. И было набирать на минимальный заказ, я уже не помню там сколько. Плюс, ну, как бы столько не надо этих капель. Ещё что-то. И плюс ещё доставка тогда была 240. Сейчас, может, уже дороже. И по сумме выходило намного дороже. Я так подумала, блин, если на Озон, вот это можно теперь купить, пофиг, что там ждать. Долго, бесплатная доставка и капли на Озон можно найти. И там можно, ну, не только, допустим, это тысячный, там разные вообще, как бы, есть они. И оно действительно помогает. Как бы, оно нигде не написано, что от глаз помогает. Но проходили исследования и, соответственно, были, как бы, тут оставлю эту сестре, тут, в принципе, немножко налеплено, но инструкция по применению не заклеена. Сейчас открою, просто вам покажу. Проходили исследования, и вот то, что сами люди тестировали на себе, ну, как я, допустим, меня тогда в Ярике посоветовали, или даже нет, кажется, мы в Москву ездили в какую-то суперкрутую больницу после ДТПшки как раз с моей тётей, и там посоветовали эти капли. Они действительно помогают от зрения. Если не верите, если не верите, но хотите вот тут вериться, просто в интернете поройтесь, и есть действительно данные такие. Они у нас 1 апреля 2020 года созданы и до 31 марта 2024 года живут. После вскрытия хранить в холодильнике. Можно, кстати, под язык капать тоже, если там у вас какие-то проблемы. Он считается вообще неврологическим, но именно вот этот тысячный, но именно он как раз хорошо помогает, когда проблемы со зрением. Вот тут даже ещё бумажка по применению. Ну, в общем, я заказала, я думала вчера занести родственникам, чтобы передали сестре, но в итоге я, видимо, занесу уже завтра. Целая большая сумма частей, принцип синергии, синергии, точнее, синергетики. Там 4 есть, я его тоже, помнится, когда-то принимала. 7, 11, 24, 31, 44, 96, 900 и 1000. Тут разнообразие этих. Эпамов я его тамом называю, но вообще-то Эпам. Вот. Ну, и по сути, что на двоих нам обошёлся намного дешевле, чем, допустим, в аптеке покупать. В смысле ехать в Ярик и покупать у них в аптеке, либо же ехать, не ехать никуда и заказать на сайте. Вот. Если у вас такие же проблемы, то советую штуку. Может, я даже отдельно его когда-нибудь обозревала, я не помню. Так. У меня тут теперь заказ свой бельса. Мне закончились мешки для мусора. В последний раз я использовала какой-то большой упаковочный пакет. Хрен за этот какой посылки или заказа. И выносила в нём мусор. На переработываемый просто в каком-то пакетике. Потом у меня ещё какой-то пакет был. Я как бы думаю, ну, сидела без денег, магнит идти там в три раза дороже. А тут опытным путём, по применению определённой цены и чтению отзывов, увидела эти мешки. Я не помню, почём, но артикул в сабоксе оставлю и цену за одну в скобочках на тот момент. Почём я их покупала. Тут комплект. Пять штук. Мешки для мусора. Тридцать литров. Тридцать штук проводят. Сто пятьдесят... Сто пятьдесят мешков, короче говоря. Вот заодно сейчас с вами и узнаем. Действительно, они такие, как в отзывах писали. Я до этого на Вайсберис покупала мешки весной для деревни. Ну, там набор был, два рулона. Для деревни и сюда. И вот они действительно прочные были. На шестьдесят литров очень хорошие. Потом купила на тридцать литров. И они по большей части такие вот. Берёшь мешок, а потом я его ещё в мешок уложила. После уже как он с мусором был ещё в мешок. Ну, в общем, не очень качественные на самом деле оказались. Более тонкие. Знаете, как бы на вид кажется потолще, чем те, что у меня предыдущие были. Ну, надеюсь, что так и есть. Теперь я буду с мешками для мусора. Хавать надолго, я надеюсь. Так. У меня тут семена чия закончились. Я, правда, одно время не ела их. Вообще как-то совершенно забывала. Я в суп кидаю, в суп-пюре кидаю. В кашу какую-нибудь. В творог, в смузи. И благодаря им у меня ногти хорошие. Ну, не только благодарим, конечно. Но был период, когда что-то, может быть, не хватало организму витаминов. И чия я тоже не ела. И у меня ногти совершенно жутко ломались. Я думаю, блин, как так? Учитывая, что до определённого возраста, с 6 лет до 26 лет, они у меня вообще не росли. Потом я заболела ветрянкой. И у меня за сутки они выбахали на сантиметр с лишним. За ночь буквально. И за 3 недели они так конкретно стали расти. 3 недели боления ветрянкой. Но тут побольше черти чёрные. Я как-то покупала какие-то сухофрукты от Датти. А, пасту, кажется, финиковую от Датти. Такое говнище было. Хоть того и финик был, но по виду было как будто он 300 лет лежал. Я зареклась от Датти покупать. Но были хорошие отзывы. Плюс хорошая цена. Но я подумала, как можно испортить семена чеа. Не финиковая паста, которую сделали непонятным образом. Где там и косточки, и чёрти чё, попадаются. Страна происхождения Парагвай. 500 грамм. 300 с чем-то они стоили. 318, что ли, или как-то так. Просто я помнила, что весной за 200 рублей купила 700 грамм. И это было круто. А тут такие чё-то цены пошли. Я не знаю, в какой период года надо покупать. Ну, от весной, осенью, летом, или зимой, осенью, ночью. Чтоб они были подешевле. Потому что сухофрукты и орехи, практически все сухофрукты и орехи, лучше покупать осенью. Они намного дешевле. Так же, как виноград. С сентября по зиму. Дешёвый и при этом зрелый. 12 месяцев срок годности, 4 декабря, изготовленный. То есть, практически недавно. Ну, я сначала думала, за 500 с чем-то купить килограмм. Потом думаю, блин, у меня как бы это, жаба душит. Не настолько много денег, чтобы за 500 покупать. И в итоге я как-то думаю, а что, ну как бы их всё равно надо. И думаю, ну, килограмм он большой. Мне тогда, мне в какой-то год вообще 900 грамм хватило на год с лишним. Думаю, тут то я ем, то забываю. Возьму 500 грамм пока. Закончится, куплю ещё. Может, к тому времени они дешевле будут. Чем вот семена чья. Созум. Упаковочные пакетики с зажимами. 100 штук, 100 пакетиков, 100 же зажимов. Наименование пакеты конусы для сладостей. Конфет 13 на 25. Ну, 13 сантиметров на 25. Прозрачный пищевой полиэтилен. Я кое-что задумала в плане бонусов на подарки на Новый год. Ну, и там, соответственно, мало ли чё. И искала просто пакетики. А эти мне попали случайно. Я пришла к выводу, что будет прикольно смотреться. Будто вот ты купил такие. Вот бывает, покупаешь какой-нибудь набор. Там орешки, сухофрукты, какие-то вкусняшки сладенькие. И оно вот так вот в обычном пакетике так перевязано. Я заказала 262 рубля, мне кажется, стоили. Вполне нормально. На Азон тогда они были дороже. Это свайберится. Что я хочу туда положить? Да и заодно сама попробовать. Я давно на него смотрю. Меня как-то таким угощали. Причём человек, которому я хочу... Я пришла к выводу, что можно к Новому году, к бонусам, к подарку вот это засунуть. Виноградный кусковой сахар. Я знаю, что такое можно купить в Ашане. Я как-то его видела ещё давно-давно. Ну, может, не знаю, когда у нас первый раз этот вообще Ашан открылся. Может, лет 7 назад, 6 лет назад. Ну, давно увидела его. Он что-то тогда очень дорогой был. Меня душила жаба. Я на него смотрела. Он ещё выглядел так, будто ему уже 300 лет. Он там стоит уже. Нафиг, как поставили там, не знаю, с начала века. Так и стоит. Новат. Новат. Набат. Кизван. 1 килограмм. Таджикистан. Эконакс. Номер 1. Кристаллиный сахар. 100% Новат. Новат. Урожай этого года. Срокурности 12 месяцев. 25 ноября упакованный, изготовленный. До 25 ноября следующего года жрёт. Килограмм. Виноградный сахар. Кристалли. Ну, и по отзывам забыла, что они вот максимально кусочек до 10 сантиметров. От 80 до 100 грамм. Я подумала, что он такими кусочками, вот, что удобно вот такой пакетик зафентюрить. И как бы мне много такого килограмма, но если вот брат себе попробовать так, ну, зайдёт, так захожу ещё или схомячу весь постепенно. А так, если взять вот и себе, и можно сладкоежком закидать. Вот в эти пакетики. Бонусом. 318 рублей он стоил. Самая бюджетная цена. Ну, конечно, где-то в начале осени он стоил 267, ещё что-то. Я на него смотрела, ему да нафиг, у меня тут есть мёд, варенье, сладости другие. Потом когда-нибудь, а тут Новый год случается скоро, и думаю, где-то так через полмесяца, через две с лишним недели. Тут даже маленькими кусочками есть. Ну, почему бы, ну, не заказать его и не смикшировать потом подарочки. Ну, и переходим мы к сапожкам. 382 рубля. Маломерят на один размер. 36 дробь 37. У меня 35. Я так боялась, что они мне не подойдут, потому что все остальные были уже 499, 500 с чем-то там, 620, самые дорогие, тоже всё распродажа, скидки. И тоже примерно с одного продавца и примерно одни вот на 499 похожи только фиолетовые. Здесь не было картинки у продавца, там написано было фото, обновляется, посмотрела в отзывах, поняла, что некоторым приходит не совсем тот рисунок, который заявлен. Думаю, да какая разница? У меня были похожие сапожки. В этом году я узнала буквально на днях, что это называется сноубутсы. И весной у меня сломался задник, и я их выкинула. А тут, значит, у нас что-то всё потаяло. У меня ботиночки есть зимние, кожаные, хрен знает, с толстой подошвой, но всё равно есть лужи побольше, чем эта подошва, и можно ножки промочить. Я у них прошла, думаю, блин, у меня же вроде были эти сапоги такие с калошками внизу. Открываю шкаф, вспоминаю, что они у меня весной откинули копыта, я их выкинула. И второй день я гуляла в резиновых с толстым носком и с тонким носком. У меня был ещё такой вкладыш, но он порвался, и скорее всего уже его нет. Значит, в резиновых ноги мёрзнут зимой. Я думаю, блин, надо посмотреть такие сапоги, думаю, как хоть они называются, как их искать. И что-то у меня приколы ради кнулось, думаю, что такое сноубутсы. Кнулась на вайдберс в эти сноубутсы, мне вылазится именно то, что мне надо. Тут написано 36-37. Оно очень мне нормально. Там внизу такой мех искусственный. Здесь вот резиночка, и тут резиночка, и тут резиночка, и тут резиночка как бы по это, посильнее. Здесь при случае можно вот на эту фигню затянуть, но мне, в принципе, это не пригодилось. По отзывам писали, что вот у кого внутри попадался именно вот этот вот синтепон, он оставался на носках. У меня на носке ничего не оставалось, когда я его мерила. Но как бы какая разница? Думаю, блин, ну развалится оно там вот вдруг. Относится, тут что выходить-то вот зимой, если вдруг опять такая ойтирепица случится, весной. И потом за такую цену какая нафиг разница. Я те свои сапожки года три назад покупала не за 800 или рублей, что-то. А тут вот 382. Ну те там еще придут, это будет скорее всего отказ. Я их, конечно, померю. Может быть, если мне случится такой маразм, что я захочу еще что-то себе оставить, но скорее всего будет отказ. Материал верха, полиэстер, материал подошвы, ЭВА. Материал подкладки отсутствует. Видимо, это вот как раз оно. Гарантийный срок хранения 24 месяца. Гарантия 90 дней при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации. И там написано было, что они чуть ли не до минус 25 в них можно ходить. В общем, вот они такие теплые. А у меня была чисто байка. Они были довольно холодные и покороче. Вот. Я сначала их по носочку померила. Потом не очень удобно вставлять ногу, потому что здесь как бы немножко резинка принимается. Потом я их померила без носка. Без носка вообще мягко, шикарно. Нога заходит вообще на ура. Короче, я поняла, что они мне очень нравятся. Я еще ехала, так помолилась. Дьявол, пожалуйста, пусть они мне подойдут. Блин, такие дешевые. Оно вообще как-то было бы обидно, если бы такие дешевые-то не подошли. Но все нормально. И то, что они серые, да как-то и пофиг дым. У меня-то те вообще фиолетовыми были. В общем, вот, сейчас тебе второй стопор покажу. То ты будешь думать, что у меня их только один. На самом деле их два. Такие вот сапожки. Ну, и мне выдали пакетик. На мою просьбу дать пакетик. Правда, пакетик порвался, его можно пускать уже на переработку. Под мусор перерабатываем. И оно пришло вот в таком пакетике. Сапоги женские Аврора из ЭВА утепленные. Серые снежинки. Размер 36-37. Вот такой обзор у меня покупок. В основном, да, бытовухи, потому что из еды только чай, тут и сахар. Вроде как. Всем спасибо, кто осилил. Если вы хотите поддержать мой канал, то можете кинуть меня биткоином. На Денотейшн Алиц, ВКП. Вот здесь вот будет такое облачко. На Юмони, на карту Сбербанка. По системе быстрых платежей, если знаете мой билайновский номер. Можете прислать мне что-нибудь на обзор. И можете подписаться на меня, на Бусти, на СМР или Монбанги. Или, допустим, стать моим спонсором, если вы не из России. И у вас есть возможность поддержать мой канал таким образом, как, допустим, Амина или Котейка Парановик. Если вы будете на предпоследнем уровне, то как Амина будете получать вот здесь. Вот вот, кстати, такое облачко. Спасибо, Амина, за спонсорскую подписку. Ну и, да, вот здесь вот специально для тех облачко, кто ждёт СМР и никак не дождётся, подпишись на Бусти, на СМР. Всего лишь 200 рублей в месяц. И у тебя будет более ранний доступ к СМР. Кстати, и к Монбангам тоже, если подпишешься на Монбанги. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok